Всем привет! Спасибо за то, что пишете комментарии под моими монологами. Мне это очень приятно, очень интересно. Я читаю это каждый день. Не на все успеваю отвечать, потому что времени не так много, как хотелось бы. Много работы, много других всяких вещей, которые отнимают время. Но пишите, мне это очень приятно. И по мере сил я буду отвечать. Ну, также спасибо тем, кто материально поддерживает канал. Это тоже не бывает лишним. Всегда рад новому поступлению. Так что полный вперед. Ну, а сегодня я решил вспомнить известного артиста, многими любимого. Да, большинством, наверное, любимого. Но сначала скажу вот что. Любому человеку нужно отдыхать. Отдыхать – это хорошо. Да, согласны со мной, наверное. И музыканту тоже нужно отдыхать. И музыканты отдыхают часто подолгу. Джимми Пейдж отдыхал в свое время достаточно много. Эрик Лептон отдыхал. Будь здоров, как? Так что потом лечиться пришлось. Ну, и артист, которого... Пластинку, которого я сегодня покажу. Это не первый ролик. А, по-моему, то ли девятый, то ли восьмой уже о нем. Майлз Дэвис. Он отдыхал аж шесть лет, по-моему. Отдыхал по-настоящему. Отдыхал с алкоголем. Отдыхал с женщинами. Не с одной, двумя. И не с тремя, а с большим количеством женщин. Он человек был обеспеченный, красивый, хорошо одевался. Прекрасно выглядел. Женщины его любили. И он, что называется, извините, дал джазу на протяжении шести лет. Ну, отмотать от 81-го, значит, будет 75-й. Да, 75-й, 76-й где-то вот в этот промежуток. Он начал отдыхать и отдохнул по-настоящему. Он не играл на трубе вообще, не прикасался к ней. Шесть, ну, пять с небольшим лет. Вообще не трогал. И не хотел заниматься музыкой. Хотел отдыхать. Доходы ему позволяли. Потому что пластинок было записано уже до середины 70-х годов. Столько, сколько нормальный музыкант за две жизни не запишет. И он во всю, просто, все грани удовольствий испытал. Но пришли друзья в какой-то момент времени. Сказали, Майлз, может быть, пора записать новый альбом. Прошло уже шесть лет. Ты ничего не делал, не играл, не выступал. Майлз говорит, идите к черту, идиоты. Видеть вас не хочу, не желаю. И пошли вон. Друзья пошли вон. Потом пришли снова. Говорят, слушай, а вот Тео Массера, может быть, возьмем продюсером. Майлз заорал, никогда в жизни с этим ублюдком я не буду работать. И все, отвалите, ничего не буду делать. Пришли в третий раз. Сказали, Майлз, ну, может быть, как-то это что-то. Ну, Майлз говорит, ладно, давайте попробуем. Я, правда, пять лет не играл, шесть лет не играл. Может быть, получится что-то. Ну, в результате получился вот этот альбом. Восемьдесят первый год. Майлз Дэвис, The Man With The Horn. Человек с трубой. Альбом, что я могу сказать? Майлз Дэвис передает, видимо, свои ощущения от многолетнего отдыха. Он такой и есть, этот альбом. И он, с одной стороны, и хорош для тех, кто никогда не слышал Майлз Дэвиса, и плох. Потому что Майлз Дэвис здесь играет не как Майлз Дэвис, а играет то, что могло бы звучать в годы его отдыха в каких-нибудь хороших клубах, где он отрывался и проводил время с девушками, алкоголем и разными препаратами, которые еще по круче алкоголя действуют. Такая музыка могла спокойно там звучать. Музыка очень хорошая. Она очень хорошая, очень круто сыграна. С фантазией, со всеми делами. Но сама по себе она вот оттуда. В ней нет вот той глубины Майлз Дэвиса, той фантазии, того поиска. В первую очередь поиска. Его здесь нет вообще. Эта музыка такая высококачественная. Не буду говорить поп-музыка, не буду говорить попса, потому что есть у Майлз Дэвиса пара ужасных альбомов поздних, совершенно просто, настолько разочаровывающих. Даже не буду их назвать, я их потом покажу. Но это очень качественно, очень круто. Очень супер здорово. Но вот для тех, кто никогда не слышал Майлз Дэвиса и не любит джаз, это будет очень хорошо. Потому что джаз они любить дальше все равно не будут, а удовольствие получит, да, приятная, хорошая, интересная музыка, да. А несколько вещей есть, таких чисто джазовых. Люди послушают, скажут, ой, а мы джаз понимаем, да, все хорошо, все понятно. А те, кто любит Майлз Дэвиса, скажут, что, ну, гений имеет право и на такие повороты. Вот что я скажу. Ну, перейдем к делу, да, перейдем к делу. Состав неожиданный, необычный. Например, Билл Эванс играет на саксофоне здесь и поиграет еще на нескольких альбомах, альбомах, знаете, да, Билл Эванса. Макус Миллер, Фендер Басс. Кстати говоря, Макуса Миллера привел к Дэвису Билл Эванс. Состава не было, Дэвис не занимался несколько лет вообще ничем. И Билл Эванс сказал, есть замечательный парень, басист, контрбасист, бас-гитарист, музыкант, все умеет, все может. Привел Маркуса Миллера. Они понравились друг другу с Майлзом Дэвисом. И Маркус Миллер стал на долгие годы постоянным участником музицирования Майлза Дэвиса. Постоянным партнером по музицированию, что я говорю, уже я несу, боже мой. И как продюсер выступил на нескольких следующих альбомах, альбомах Дэвиса. Некоторые альбомы вообще сочинил сам, а Майлз Дэвис просто наиграл там сверху на трубе. То есть там союз очень крепкий с Маркусом Миллером вырос. Ну, кроме того, я хочу отметить замечательного гитариста Майка Старна, который здесь играет в одной вещи только, но играет так, что этого достаточно. Настолько круто, настолько много, настолько громко и здорово, что уже все, ну круто, да, вообще, супер. И второй гитарист Барри Финерти, который играет больше, гораздо, практически на всех остальных вещах. Ну, играет в другой манере, но не хуже Старна. Очень ломовые здесь гитары. И вообще эта пластинка, она хороша за счет компании, за счет команды. Потому что Дэвис еще здесь раскачивается, он еще там, он еще в клубах, он еще с девчонками, он еще с алкоголем, с препаратами. Хотя, конечно, он здесь трезвый, чистый, все в порядке, играет хорошо. Но такое ощущение, что сознание его еще там все, он еще отдыхает. Он еще после отдыха входит в работу. Пришел такой, пришел мэтр, как отдохнул Майлз, нормально. Ну, вот что, поиграю, поиграю, давай, начинай. И музыканты начинают играть, а Дэвис подключается, очень здорово. Билл Эванс, шикарно здесь просто звучит, его саксофон. Вот первая вещь, Fat Time, где играет Майк Стерн, вот это самое соло, которое я тут расхвалил. Fat Time называется. Безумно хорошая штука, безумно хорошая. Но для тех, кто слышал Дэвиса, то, что он писал до этого альбома, покажется слишком простоватый какой-то. Такой супер высококачественный фьюжн. И ничего другого я сказать про него не могу. Нормальный, человеческий, ломовой, круто сыгранный фьюжн. Но без глубины, без поиска пути Майлса Дэвиса, который есть во всех его работах. Он человек же достаточно мрачный, злобный был. И музыка-то у него очень жесткая. В принципе, за исключением Майлс Смайлс на пластинах нескольких ранних альбомов. У него достаточно тревожная, агрессивная, я бы сказал, и жесткая музыка всегда была у Дэвиса. А здесь такой фьюжн. Все играют по полной. Замечательный не дуэт, а такой разговор между трубой саксофоном и гитарой Стерна вначале. И грувом Маркуса Миллера, на котором лежат все вещи здесь. Здесь бас-гитара. Конечно, бас-гитара здесь основной такой фундамент. И Маркус здесь играет какие-то такие очень близкие к року рифы. Очень роковая такая у него здесь игра. Хотя в последние вещи, конечно, у Урсула, там начинается чистый джаз. Причем такой размузданный, по-хорошему, я бы сказал. Он прописан, явно все написано на ноты, все сделано. Но ощущение такое, что пьеса идет сама собой, развивается. Маркус играет сначала одну историю, потом неожиданно совсем другую. Но это чистый джаз, причем такой достаточно, я бы сказал, даже архаичный где-то. Неожиданно такая музыка, которая еще до ухода в модальность Дэвиса как-то был. Но очень хорошая пьеса, очень хорошая такая. Билл Эванс там отличился тоже по полной схеме. А The Man With The Horn, заглавная песня, это вообще неожиданно какой-то соул с женским вокалом. Начинается на двух аккордах и такой соул, просто какая-то песня такая вот из хорошего клуба. Ну, конечно, Майлз Дэвис, конечно, Билл Эванс, конечно, гитара, замечательная Маркус Миллер. Но это что-то такое, вдруг какая-то эстрадная такая штука получилась. Ну, вернемся к Fat Time. Разговор четверых замечательных музыкантов, включая барабанщика. Потом соло, конечно, Дэвиса, потом соло, конечно, саксофона, потом, конечно, соло-гитары. Майкстерн включается и не выключается. И такое скоростное, такое громкое, такое фантазийное соло. И аккордово-одноголосое, и туда, и сюда, и сюда пассаж, и туда пассаж. И просто голова кругом идет, настолько здорово он играет. И все очень хорошо. Следующая песня «Bexit Betty» начинается с адского гитарного аккорда, несколько раз повторяющегося. Но играет уже здесь не стерн. И пошел опять грув Маркуса Миллера. Другой рисунок, другой темп, уже чуть помедленней. Но все равно вот такая вот немножко роковая такая история, на которой сверху соло Билла Эванса, сверху соло Дэвиса. И ритм гитара потрясающий. Потрясающие ритмы. Все качается на этом ритме. Эл Фостер играет на барабанах здесь. А на гитаре, я уже говорил, Майкстерн ушел. Барри Финерти. Гитара. И вот так мы, раскачиваясь, подходим к третьей вещи, которая называется «Шат». И вот это уже чистое, какое-то откровенное, без чудес, прямой, четкий, нормальный, вычищенный фанк. Который приближается к диско. И вот этот «Шат» такой вот молотит. Адская ритм гитара. Ради только ритм гитары Финерти стоит послушать этот самый «Шат». Больше ничего там интересного нет, на мой взгляд. Хотя, не только на мой, а ряд критиков тоже пишут, что, ну, эта пьеса такая, конечно. Даже «The Man with the Horn», заглавное полотно, вот этот эстрадный соло такой, он как бы, да, там много джаза, там все вот это красиво. А «Шат» это такой просто, вышли на сцену и вмочили. Неожиданно, вот как-то. Ну, опять-таки, Майлз Дэвис, опять-таки, гений имеет право на свои повороты. Вот это такой поворот в этот самый «Шат» и случился. Ну, спасает дело Аида. Айда, наверное, первая вещь на второй стороне. Там уже мы понимаем, что это все-таки тот самый Майлз Дэвис, который до этого записал прекрасные альбомы. И дай бог еще запишет. Слава богу, что он вообще вернулся. Что он вообще вернулся и заиграл что-то. И Айда – это класснейшая вещь. Сложная тоже, опять-таки, дуэт Эванса с Дэвисом. Это сказка. Это сказка. Но сказка такая с заведомо известным концом, скажем так. То есть без неожиданностей. Без неожиданностей. Но все равно кайфовый альбом. Кайфовый альбом. А после него выйдет «We Want Miles» концертный диск двойной, где тот же состав практически играет. И он уже раскроет все грани, извините за банальную фразу, талантов и мощи этого состава артистов. А Маркус Миллер останется надолго уже вместе с Дэвисом. «The Man with the Horn», 1981 год. Желаю здравствовать вместе с этой замечательной музыкой. А я пошел пить пока.